здравствуйте дорогие друзья это максим шевченко сегодняшний день 9 марта день когда я записываю это видео ознаменовался резким падением цен на нефть а стало быть мы уже к этому привыкли когда в мире падают цены на нефть у нас не понижаются цены на бензин а поднимается стоимость доллара доллар уже вот к тому моменту когда я сижу перед камерой примерно 74 75 евро 84 кто-то говорит что доллар будет и 100 рублям а то и больше и самое главное это не то что мы сейчас тут все в панике сидим перед камерами перед компьютерами думать что нам делать бежать продавать продавать бежать и как быть мы должны понять тем более будучи членами левопатриотической оппозиции что собственно происходит и кто несет за это за всю ответственность конечно кризисы капитализма являются неотъемлемой его чертой только социализм особенно советского типа позволял преодолевать кризисные явления концентрируя экономику в интересах людей капитализм никогда не работает в интересах общества капитализм всегда работает в интересах наживы конкретного человека который является держателем так сказать контрольного пакета всех стоимости всех акций всего того что являются активами капиталистическим в данном обществе капитализм это вообще война всех против всех и там пожили сильнейшие пожирают слабейших это считается абсолютно нормальным и вот сейчас конкретно вот этот обвал цен на нефть и рост стоимости доллара в россии произошел из-за того что как нам сообщают принц саудовской аравии значит решил с 1 апреля выйти из сделки опек плюс и увеличить квоты добычи нефти что естественно приводило бы к тому что россия зависела бы от него такая патриотическая версия в ответ на это александр новак министр энергетики по поручению игоря сечина и сведом игоря сечина и сведом владимира путина объявил о том что россия выходит из этой сделки опек плюс и и сама не будет себя сдерживать в масштабах добычи нефти и выхода на мировой рынок пресс-секретарь роснефти михаил леонтьев уже объяснил нам что это величайшая победа что так и задумывалось что это вызвано тем что американская сланцевая нефть наращивала обороты и захватывала сегменты рынка и что понижая цену на мировой на мировом рынке нефти на самом деле россии уничтожает фактически леонтьев об этом сказал уничтожает американскую сектор добычи сланцевой нефти достаточно трудоемкий и дорогостоящий способ добычи нефти который добывается не из таких месторождений под землей где содержится нефть а как бы с помощью такого выжимания пластов вытягивает из них нефть которая в этих пластах разбросанной и не сконцентрирована и якобы при цене ниже 40 долларов за баррель добыча такой нефти неэффективно поэтому россия сейчас убрав с рынка американских сланцевых нефтяников начнет якобы захватывать значит мировые рынки ну и все обсуждают вот какие молодцы какой путин молодец как он там значит все захватывает как могут стратегически действуем но друзья кто такие мы и существует ли какие-либо мы нам рассказывают что наша правящая верхушка совершает волонтаристские действия не посоветовавшись ни с кем не с парламентом не с экономическими институтами не с обществом в конце концов действуя от имени государства и будущей госкорпорации фактически они поставили нас всех в зависимость от тех игр которые не ведут на мировом нефтяном рынке мы являемся заложниками того что скажет Игорь Иванович Сечин или Владимир Владимирович Путин или там по их поручениям какой-нибудь министр Новак или еще кто-нибудь где-нибудь там и фактически мы бывшие советские люди мы бывшие свободные люди превращены в абсолютных заложников игр этой правящей верхушки ведь к чему приведет вот этот скачок значит доллара цены на доллар и падение нефти еще раз подчеркну никакому подешевению бензина в России он не приведет кстати в отличие от США где всегда падение цен на нефть приводит к тому что в американских бензоколонках нефть становится дешевле а у нас вы сами прекрасно знаете падение цен на нефть приводит к тому что корпорации компании которые производят нефтепродукты в России горюче-смазочные материалы будут компенсировать свои убытки которые они получают на внешнем рынке за счет увеличения эксплуатации внутреннего рынка то есть нас с вами наших с вами карманов кроме этого повышение стоимости горюче-смазочных материалов что абсолютно неизбежно потому что в России живет в обратном зеркальном отражении приведет естественно к стоимости к росту стоимости продуктов плюс к этому продукты большая часть продуктов несмотря на то что нам говорят что власть нас накормила и так далее производится не в России а закупаются извне из компонентов самых разных плоть от там хлопка там не знаю от пальмового масла до разного рода видов сухого молока и так далее то есть вырастет неизбежно вырастет цена на основной необходимой для населения продукцию кроме этого тарифы ЖКХ давайте посмотрим трезво в глаза сложившейся ситуации большая часть структур ЖКХ принадлежит обшорным компаниям компаниям которые выводят деньги из России да и большая часть предприятий нашей страны на самом деле несмотря на то что губернаторы важно надувщики рапортует о том что в нашем регионе открытые предприятия на самом деле являются обшорными а стало быть конечная их цель это на заработанный здесь то есть вытащенный из наших карманов за очень плохое обслуживание нашего жилищно-коммунального хозяйства рубли там купить доллары так вопрос они что снизят свои прибыли эти звериные капиталисты которые находятся в сговоре с начальниками которые находятся в сговоре с губернаторами которые являются членами партии единой россии как правило они себе что ли ударят по карману ради наших нужд может быть их путин заставит это сделать как нормально было бы в нормальной стране в нормальной ситуации когда возникает такой кризис на мировом рынке то нормальное правительство отказывается от избыточных расходов для власти ради того чтобы народ хорошо жил у нас все будет прямо противоположно у нас они ударят по карману народа мы будем платить больше же за жкх мы будем больше платить за разного рода издержки связанные с водоснабжением газоснабжением ухудшится наши дороги и ухудшится уборка наших дворов мусорная реформа и так нам вменили мусорный тариф который с возмущением воспринят совершенно справедливо большей частью наших граждан так опять-таки это как правило обшорные компании которые имеют своей конечной значит линии этой цепочки вывод денег туда за границу которые опять-таки на вытащенные из нас рубли будут там покупать доллары и все это покрывает путин и все это они делают для того чтобы мы стали еще бесправней я считаю что помимо очевидных вещей которые сейчас нам впаривает кремлевская пропаганда про то что это большой успех война на мировых рынках нефтяных энергетических смысла того что они делают еще и в следующем чтобы закрепостить население россии превратить нас в безвольный глубинный народ полностью зависящий от воли начальства вот сейчас что происходит ведь регионам россии выставлены уже какие-то параметры по реализации национальных проектов по развитию системы здравоохранения развитие системы образования строительство инфраструктурных объектов сейчас при резком росте стоимости доллара при резком ну фактически спаде рубля удешевление рубля у регионов зависимости от финансовых подачек из центра увеличится просто в разы а это приведет к тому что даже те регионы в которых подумывали о том они провестили нам тут свободные выборы там с допусканием оппозиции до выборов допустим вот сейчас вот возможно в двадцатом году будут выборы об этом все чаще и чаще звучат разного рода размышления встанут перед дилеммой или они изображают из себя демократов или они стоят на коленях перед федеральным центром вымаливая деньги которые позволят им закрыть обязательства социальные перед народом и хоть как-то поддерживать жадный и поставивших в условия зависимости местный полукриминальный бизнес да и федеральные разного рода сети которые они тоже зависит от которых регионы тоже зависит конечно они будут стоять на коленях и конечно они пойдут на все поэтому я считаю что эта мера не только потому чтобы там где-то роснефть или где-то там кто-то из энергетиков российских связанных с властью успешно выступил на мировом нефтяном рынке но это еще и мера потому чтобы выбить у нас из-под ног ресурсы для ведения политической борьбы последний год власть вела широкое наступление на права трудящихся это и пенсионная реформа и это и мусорная реформа и превращение фактически страны в окончательно в кормушку для разного рода международных спекулянтов и жуликов скрываются тут под видом инвесторов которых сюда к нам запускают поэтому я конечно же уверен что власть боится грядущих выборных коллизий 20 21 24 года именно поэтому затеяна и конституционная так называемая реформа именно поэтому сейчас сознательно российскими госкорпоративными олигархами нанесен удар по карманам по благосостоянию россиян несмотря на то что нам говорят что нет там скоро все вернется обратно вернется когда вы проголосуете дорогие вернется когда вы исполните волю начальства от которого вы теперь после этого падения рубля стали зависеть еще больше в разы я уверен что это политическое решение которое выдает страх власти перед электоральными политическими процессами единая россия сейчас раздроблена обесчищена и не может выступать так как раньше внутренние конфликты в руководстве единой россии конфликты между администрации президента вячеслава володиным ок окружением сергея неверова как бы раздирают партию все истории со слиянием вообще российский народный фронт тоже не помогают даже московские выборы девятнадцатого года показали что больше единым фронтом без серьезных нарушений прав человека и закона выступать не получается стало быть власть включает режимы скрытого переворота да я думаю что сориточение финансовой политической экономической информационной власти в руках одной группировки достаточно узкой который еще начинает контролировать с помощью конституционной так называемой реформы и политические процессы это есть то что в древней греции определялась классическим словом тирания тираны не всегда были злыми садистами которые убивали насиловали и резали на части в сиракузах были разные роды просвещенные тираны там и так далее но тирания это всегда уменьшение прав людей в целом это всегда возврат к архаическому обществу это всегда возврат к культу личности одного человека который объявляется гением и который объявляется человеком который своей волей как бы решает судьбы всех остальных но иногда тираны или те кого называют тиранами делают это в интересах народа а иногда они это делают в интересах узкой касты находящихся у власти людей тогда тираны становятся покровителями олигархии системной олигархии я вот точно знаю что в современной российской власти концепт российского государства следующий есть высшая группа элит которые якобы своими жизнями своей волей доказали свое право на властвование под ними есть кластер или каста и исполнителей под ними есть еще каста вершителей а под ними есть еще каста торговцев под ними есть каста интеллигенции а под остальными каста такая глубинного народа вот такая кастовая пирамида которую они построить хотят на смену советскому обществу в котором право имел каждый трудящийся буржуазному обществу в котором право имеет каждый гражданин по факту рождения они хотят вообще лишить нас всех прав и поставить нас перед целесообразностью их действия на нефтяном рынке это один из шагов который показывает что считаться с интересами и волей людей они не собираются они будут действовать потому что себя полагают вершителями и изменятелями истории посмотрим позволим ли мы это сделать позволит ли им это сделать наша воля и наша политическая способность консолидации это был максим шевченко будьте здоровы подписывайтесь на мой youtube канал подписывайтесь на мой канал